Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми моего города по книге Санкт-Петербург 1703-1917 год под редакцией Даринского, составители Даринский, Старцев, Мулин, Бараже и Бойта. Егор Францевич Конкрин. Конкрин родился в 1774 году в Германии. Его отец находился на службе в России. Сын остался в Германии. Закончил Гессенский и Магдебургский университеты. В 1794 ему была присвоена степень доктора права. В 1797 Конкрин приехал в Россию. Благодаря заслугам своего отца он получил чин калишского советника. Не зная русского языка, он 6 лет провел в России без определенного положения. Был учителем, комиссионером, бухгалтером. В России Конкрин написал несколько работ, посвященных проблемам армии. Именно этими работами он обратил на себя внимание военного министра Барклая де Тули и военного советника императора Александра I, который рекомендовал Конкрина Александру I. Накануне Отечественной войны уже в сане статского советника Конкрин был назначен помощником генерал-провентмейстера. В 1812 генерал-интендантом 1-й армии, а в 1813 уже всех русских войск. Конкрин сумел организовать дело так, что русская армия ни в чем не нуждала в течение всей войны 1812-1815 годов. За успешную работу в 1816 году он получил чин генерала-лейтенанта. В 1821 был назначен членом государственного совета, а затем уже в 1823 министром финансов. Он оказался глубоко понимающим дело финансистом. По мнению Конкрина, благосостояние каждого гражданина в отдельности, а не умноженное общего государственного дохода, должно быть главной задачей финансового управления. В 1822, еще не будучи министром финансов, он принимал участие в составлении новых таможенных правил. Этот таможенный тариф был основан не на строжайшей запретительной системе, а на более удобной и подходящей к обстоятельствам охранительной системе. В 1828 году, по предложению Конкрина, в Петербурге был основан технологический институт. При его же содействии возникли училища торгового мореплавания, высший коммерческий пансион, лесной институт, прилегающий к нему великолепным парком, лично им спланированным. Конкрин контролировал работу по окончании строительства Смольного собора, примал участие в планировании архитектурного ансамбля стрелки Васильевского острова, сооружение Певческого моста через мойку парка окружающего Петропавловской крепости. Ну и, наконец, главное событие финансовой деятельности министра – это денежная реформа, которую называют реформой Конкрина. Одним из результатов реформы было то, что в распоряжении правительства оказался огромный запасной фонд – 66 миллионов рублей. Егор Францович Конкрин был министром финансов России с апреля 1823 по май 1844 год. Всего в этой должности он был 21 год. Ну вот, немножко вкратце о Егоре Францевиче Конкрине, русском государственном деятеле, экономисте немецкого происхождения, генерале от инфантерии, министре финансов России в 1823-1844 годах. по книге «Санкт-Петербург» 1703-1917 год под редакцией Доринского. Пока-пока. Узнали что-то новое. До свидания.